Музыка Владимир Виноградов, ученик 5 класса скрипки Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Михаила Ивановича Глинки. В моем классе он обучается два года. Путь к нашей встрече был достаточно сложный. Папа у Вовы военный, и семья очень часто переезжала из одного города в другой, и Вова часто менял музыкальную школу и, соответственно, преподаватель. Но вот наша встреча произошла. Первое, что меня в нем поразило, это большие глаза, которые, казалось бы, обнимают весь мир. И увидев его, я поняла, что передо мной неординарный и очень талантливый ребенок, даже не услышав ни одной его ноты. И вот началась наша работа. На одних из первых уроков я всегда рассказываю ученикам такую историю про Никола Паганини. Как маленький будущий виртуоз занимался в темном чулане, куда запирал его отец, и часами искал в звуке что-то необычное, что-то удивительное. Пытался подражать звучащим за окном бытовым звукам. И вот его фантазия, его воображение давало новые приемы игры. И мальчик вырос в выдающегося виртуоза, которого знал весь мир. И вот этим примером я говорю своим ученикам, что музыка — это ваше внутреннее «я», ваш внутренний мир, ваше воображение и ваша фантазия. И не имеет смысла занятие технической стороной без занятий над художественным образом. Поэтому всегда в занятиях мы говорим о том, что мы хотим сказать этим произведениям, что хотел сказать этим произведениям композитор. И вот Вова в этом отношении очень благодарный ребенок. Любые мои творческие какие-то замыслы он воплощает с радостью. Вот в качестве одного из примеров могу привести работу над концертом Кабалевского. Концерт очень бравурный, активный и очень в характере Вовы. И вот на одном из уроков родилась такая идея — наложить видео, совместить видео и звуковую дорожку, которую записал Вова. И Вова придумал целый сюжет. Целый сюжет придумал по этому произведению. И воплотил это в видеозаписи. Маленький мальчик, который катается на велосипеде и видит падающую звезду с неба. И в этот момент он загадывает желание стать выдающимся гонщиком. И вот бурное развитие музыки, концерта и бурное развитие вот этой мечты показывает Вова свои видеозаписи. И в конечном итоге финальные бравурные аккорды и мечта сбылась. Этот мальчик уже не спотыкается и падает на велосипеде, а выигрывает мировое первенство. Таких экспериментов в нашем творчестве очень много. Вова экспериментирует со звуком. Он воображает себя маленьким погонением и пытается воспроизвести и звуки лошади, и звучащий дождь, и колокола. Мы, конечно, пробовали это на уроке, но ему так понравилась эта идея, что иногда он присылает мне свои видео просто так, в свободном режиме, чтобы поднять мне настроение. Очень важное место в нашей работе занимает работа над звуком, работа над тембровыми характеристиками его. Так как учеными доказано, что непрофессиональные музыканты воспринимают в первую очередь краску звука, как мы воспринимаем картины художников. Вот эта работа с Вовой ведется постоянно. Опять же, мы это связываем с художественными образами. И это, конечно, тяжело и для профессиональных музыкантов, поиск звука, поиск характера, тембра, краски. Ну, конечно, с детьми это происходит тоже достаточно сложно. Но мне кажется, у Вова есть в этом направлении какие-то успехи. Естественно, мы будем продолжать эту работу. В одном из сегодняшних произведений, которые вы услышите, эта песка очень хорошо отражает разные тембровые возможности скрипки. Как начинающий скрипач пришел в оркестр и не может сориентироваться, не может попасть, издает самые-самые разные звуки. В целом, я рада, что в моей жизни встретился такой ученик. Я даже не могу назвать его ученик, потому что мы за эти два года сроднились и стали одной семьей буквально. Я очень надеюсь, что наше совместное творчество даст мощный импульс к дальнейшей музыкальной карьере Вовы. И наши проведенные годы останутся в его душе теплыми и радостными. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok